Название означает, что верующие словами и делами свидетельствуют окружающим людям о Боге. Иегова – это открытое в Библии имя Бога, Творца Всего Существующего. Такое объяснение названия можно увидеть на официальном сайте религиозного движения. Также приведена следующая статистика. В России религию свидетелей Иеговы активно исповедуют 175 тысяч человек. Во всем мире число посещающих встречи свидетелей Иеговы составляет 20 миллионов человек. История создания религиозного движения неразрывно связана с Чарльзом Расселом. Он родился в XIX веке в США. Сам себя сделал пастором, организовал общество, читающие Библию, изучающие Библию. Хотя в то время было много людей, которые читали Библию, но он предложил свои собственные некоторые идеи толкования Библии, при этом не имея специфического образования. И именно по этой причине, что не имея образования, тем не менее претендовал на какое-то особое понимание Писания, отличное от традиционного. Первая мировая война, по мнению сторонников учения, означала начало апокалипсиса, который был назначен на 1914 год. Однако сам пророк умер в 1916 году, на два года пережив предсказанную им самим дату конца света. Также многие пророчества протестантского учения не сбылись. Жителям города с незавидной постоянностью приходится сталкиваться с представителями свидетелей Иеговы. Калининградка Татьяна Алимская рассказывает, как лично ей неоднократно и навязчиво предлагали приобрести религиозную литературу. Лично ко мне не приходили, но вот к моей маме старушке пытались вот ее обратить в свою веру и навязчиво так много раз ходили, пока я сама, ну как бы с ними так резко не поговорила и сказала, что мы христиане, это наша вера, испокон веков. И просто для нас это неприемлемо. Я живу рядом с этим заведением и уже в течение многих лет я наблюдаю это безобразие. Особенно ужасно то, что ведут сюда маленьких детей, которые еще не осознают, во что они вовлечены. Я на организации отношусь абсолютно нейтрально, не занимаю ни положительную, ни отрицательную позицию. Единственное, что мешают очень, конечно, их собрания каждодневные и занятия парковки. Потому что приезжаешь к дому, заставлено все и абсолютно не встать нигде. Один из административных центров «Свидетели иеговы» в Калининграде находится на улице 1812 года. Неприметное здание, никаких опознавательных знаков. Нашей съемочной группе удалось попасть внутрь, однако люди, которые находились в здании, назвали себя гостями и заявили, что никакого отношения к организации не имеют, а затем вышли из дома и закрыли дверь своим ключом. Представители «Свидетелей иеговы» скинули на почту телеканала свое ответное слово в виде видео, где правозащитник Людмила Алексеева высказала свое возмущение по поводу иска Министерства юстиции о ликвидации и запрете движения организации в России. Я, как правозащитник, не могу не возмутиться этим решением. Вы что хотите сделать эти сотни тысяч российских граждан экстремистами? Это против нашей Конституции? Вы думаете, что это секта, что экстремизм и так далее? Но экстремизм, как они объясняют свидетели иеговы, выражается в том, что они считают свою веру истиной. Представитель Русской Православной Церкви Отец Александр назвал иные причины, которые связаны с очень строгими принципами нетрадиционной религии, например, запрет на переливание крови. Есть огромное количество ушедших людей, у которых огромное количество проблем возникло. Кто-то из родственников отдал недвижимость в организацию, кто-то потерял контакты с детьми, внуками и так далее. У кого-то ребенок умер из-за того, что ему не сделали вовремя переливание крови. И вот этот комплекс этих проблем, которые у людей возникли, они оказались сейчас, набрали такую критическую массу, что уже все, надо об этом как-то говорить. Так или иначе, решение по свидетелям иеговы будет принято Верховным судом Российской Федерации 5 апреля. Коновалова Анастасия, Иван Ярдан, Служба новостей, Город.